Михаил Васильевич, заканчивается срок полномочий у главы администрации нашего города, у Вячеслава Щедонкова. Вы руководитель опытный, Вячеслав Владимирович начинающий, но вы с ним уже проработали два года. Как бы вы оценили его работу? Интересный такой вопрос. Первое. Наверное, я не могу давать какую-то оценку. Напрямую, да. Но хотя, если мы будем оценивать по пятибальной схеме, я бы честно твердую четверку поставил. Я понимаю, что для города, для наших жителей есть много нелешенных вопросов. Но надо учитывать и бюджет, бюджет, который скудный бюджет, в данном случае главы администрации. Конечно, два года для руководителя города. Это, я бы сказал, всего лишь учеба. Это для него учеба. Критиковать – это проще. Это не работает. Я тоже иногда критикую. Меня критикуют, и я критикую, и главой на сессии. Совета на сессии, да, я понимаю. Но реальную картину надо смотреть. Действительно, есть возможность, есть деньги. Тогда надо спрашивать. Конечно, спрашивать всегда надо. Очень мне понравилось, что изменили областной закон и устал города. Главу избирает не на два года, а на пять. Это правильно. Это правильный. Глава должен быть один. Тогда можно с него спросить по полной программе. На мой взгляд, его еще слабая команда. Очень слабая команда. Не очень, а слабая команда. Не полностью. Надо, конечно, в дальнейшем, он идет на выборы, надо, конечно, пересмотреть штатное расписание. Посмотреть, кто есть кто. Я уверен, что у него все получится. Сегодня идет кампания по избранию главы. Ну, предварительно это работа рабочей комиссии, да, личное собеседование, да. Ну, а вообще-то главу избирают депутаты. Поэтому депутаты должны посмотреть из тех кандидатур, которые предложены. Михаил Васильевич, в нашем городе в скором времени будет проводиться такое общественное мероприятие, как Праймерис. Уже несколько лет это мероприятие проводится партией «Единая Россия» перед выборами. Сейчас у нас большие накануне выборы в Государственную Думу. Как опыт показывает, это мероприятие накануне выборов, оно эффективно? Спасибо за такой интересный вопрос. С одной стороны, вообще-то наши люди, избиратели, они встают от частных выборов. А с другой стороны, действительно, люди должны избирать и предлагать. Поэтому, наверное, я бы сказал политически правильно, действительно, предварительно, пусть наши избиратели, наши люди проголосовали за ту кандидатуру, которую они считают нужным кандидатом, который сделает здесь прайс-мирис по Государственному Думу, но не делать там ямочный ремонт в Кукуевке для нашей страны, для Смоленщины, для Данусы, для Смоленщины, для Дисноводска. Вы к чему подводите, что та кандидатура, которая должна быть выдвинута в Государственную Думу, должна мыслить не на уровне дороги в Кукуевке, а на каком-то более высоком уровне? Я посмотрел список, действительно, там много достойных. Есть из чего выбирать или избирать.